Сегодня 8 октября 2017 года. Я сегодня хотел вернуться к принципам относительности, то есть к основам специальной теории относительности, поскольку все-таки есть целая масса вопросов, которые в ней не завершены. Она и толком и не начата. Значит, речь пойдет о том, как меняется, как в зависимости от преобразования Лоренца меняется время, размеры и так далее. Лекция считается для тех, кто знаком с основами общей теории, или точнее специальной теории относительности. Значит, в двух словах я напомню. У нас есть координаты, обычно обозначим их XYZ. координаты обычные, декартовые. Поэтому во всех этих декартовых координатах все размеры идут перпендикулярно один другому. ну и когда нам надо найти точку, например, от 0 до конца этих координат, их будем вычислять точно так же, как и обычным способом. X квадрат плюс Y квадрат плюс Z квадрат равняется. А равняется чему? Равняется вот этому длине вот этого квадрата длины вот этого вот отрезка. Этот отрезок, отрезок из того, это называется СТ, время умноженное на скорость света. Это будет СТ квадрат. В принципе, формализованной логики нет ничего, нет никаких ошибок, все написано правильно. Теперь для того, чтобы найти скорость света в начале 20-го века был проделан опыт Майкинсона. Ну, о том, как он был проделан, вы его можете узнать в учебниках или в интернете. А я скажу только, что он в свое время дал неплохие результаты для скорости света. Скорость света равна приблизительно 300 тысяч километров в секунду. Ну, то, что касается правильности определений отклонений скорости света, хотя скорость света мы знаем постоянно и во всех отношениях она абсолютно, во всех направлениях она абсолютно не меняется. Ну, естественно, что опыт более-менее, скажем так, достаточно точный для определения самой скорости света, уже для того, чтобы определить какие-то виды его видоизменений, то есть инвариантности, он недостаточно точный. Для этого нужен более точный опыт с более точными приборами, чем тот, который проводился в начале 20-го века. Но главное, что еще до этого были сделаны преобразования Лоренца. Значит, основной коэффициент преобразования, вот так называемая гамма, назовем его, это единица на корень единицы минус В на С квадрате. Ну, где С, понятно, скорость света, а В это скорость объекта. Утверждается изменение длины, соответственно, и изменение времени, то есть длина его при скорости, близкой скорости света объекта, который движется мимо нас, длина сокращается, становится коротеньким. А время меняется по отношению к объекту, который вот мы наблюдаем за объектом, в том объекте, за который мы наблюдаем, время у него изменяется, соответственно, в сторону замедления. Выглядит это примерно так. Вот Тау 0, Тау равно Тау 0, корень единицы минус В на С квадрате. Значит, объект, который движется со скоростью В, но при этом пролетает мимо нас со скоростью В, но очень близкой к скорости света. На самом деле, время его по отношению к нам замедляется. Хотелось бы сразу написать, так и просится написать уравнение, что вот мы с вами наблюдатель. Мимо нас пролетает объект из одной точки в другую. Соответственно, у него скорость В. и время вот этого объекта, вот на этом промежутке, который он пролетает мимо нас, замедляется. Замедляется согласно вот этому уравнению. Первое, что приходит в голову. Давайте поменяем местами. Мы находимся вот на этом объекте. Тогда, согласно инвариантности, мимо нас в обратную сторону пролетает вот этот самый наблюдатель. Мимо нас пролетает вот этот глаз. И получается, что по отношению к нам, если мы находимся вот в этой точке, а она же вот эта точка, время по отношению к нам мы смотрим на этот объект, по отношению к нам они или он этот самый объект пролетает со скоростью близкой скорости света и мы видим, что по отношению к нам у него время у него замедляется. Вопрос тогда возникает. То есть, вот это уравнение можно вот это при обратном соотношении будет выглядеть вот так. вот таким образом. Вопрос. если мы начнем подставлять вот это уравнение в это, то тогда мы с вами получим. Вот вместо этого подставляем вот это и умножить. И умножить. и тогда собственное время на том объекте, который движется, будет равно вот этому единице минус v на c в квадрате. Вот такой вот математический дурацкий парадокс. время мое собственное хяк. Допустим, никаких наблюдателей нет, но вот он пролетал и заметили вот это. Вставляем сюда и получаем тау равно тау деленное на 1 минус v на c в квадрате. Вопрос. Что мы получили? Мы получили, что наше время вот пролетел объект, никого нет. А наше время почему-то по непонятной причине стало тау деленное на 1 минус v на c в квадрате. Это как понимать? Господин Лоренц. Что вы выявили в начале 20 века? Справочник по физике. Егорский Дятлов Лебедев. Ну, это российский справочник. Я думаю, совершенно без разницы, он американский, он точно такой же и на всех остальных языках мира. Здесь все это подтверждается. Инвариантность написана здесь в физической теории относительно преобразования Лоренца. Релятивистская инвариантность. Лоренц инвариантность является необходимым условием правильности этой теории. То есть подтверждаем, что мы это подтверждаем. Ход времени в системах отчета в этой и в этой не одинаков, заявляется дальше. И это различие зависит от скорости их относительного движения. Время Тау, которое здесь написано, больше или равно. В принципе, равно это в обычном уравнении, а в неравенстве то, что больше или равно Тау 0. Тау больше или равно Тау 0. Мы получаем вот это, но им все равно, тем, кто писал этот справочник. Приводится пример. Среднее собственное время жизни миона составляет 2,2 на 10 минус 6 секунды. Средний путь такой частицы, движущейся со скоростью близкой скорости света, составляет в воздухе 600 метров. В действительности средний путь миона в воздухе значительно больше. Вот запомните это, поскольку это сама по себе это есть основа доказательств того, что экспериментально доказали. Вот это. Экспериментально доказали. Как мы находим мион? Допустим, у нас есть некоторый ствол, начиная со среза которого мы считаем длину. Вот отсюда вылетает мион. Вот так я умею просто обозначу и все. Здесь у него скорость В миона стремящаяся к скорости С. И когда он если бы он летел бы грубо говоря с обычной скоростью, то есть не имел бы изменений по времени, то это было бы 600 метров. А поскольку он летит со скоростью близкой скорости света, то он до того момента, как он распадется, он пролетает гораздо больше. Ох, возникает вопрос, а электромагнитные поля, которые его разгоняли, они на срезе вот этого сопла заканчиваются, и если нет, значит они соответственно производят некоторое воздействие на вион. А это значит, что под воздействием других сил, полей и прочее естественно, что все характеристики у него начинают меняться. Скорее всего и время жизни тоже доказательством это не является. Вот еще что интересное, тут есть постулаты, это вы можете прочитать сами вот в этом же справочнике за какой год я извиняюсь забыл сейчас скажу 2006 год, но я примерно в это время его и покупал. Здесь откладывая на оси времени вместо T переменную Тау равно С скорость света на Т величину вот эту величину, то есть вот это можно рассматривать как квадрат элемента длины в четырехмерном вот оно четырехмерное оно по идее евклидово, но здесь написано псевдоевклидово пространство интервал между двумя событиями одинаков во всех инерциальных системах отчета инвариантность интервала ну и соответственно дается инвариант такой интервал между событиями называют временеподобным интервалом временеподобный интервал мы с вами живем в мире где мы временными интервалами пользуемся но поскольку Тау равно Тау деленное вот на вот на этот кусок так называемый множитель коэффициент и получаем вот такую вот белиберду и называется такой интервал между событиями вот этот такой интервал вот он Тау называется временеподобным интервалом а вот это все это все пространственно подобные вещи то есть не пространственные и не в евклидовом пространстве а псевдо пространственно подобное все ничего ничего того что мы имеем ничего нету все псевдо Все квази Преобразование Лоренца Вот это называется релятивистский множитель Вот эта штука Те кто изучал когда-то эту штуку Те примерно вспоминают Что это релятивистский множитель Хотя куда его и как ставить Просто так взять его и поставить Перед каким-то событием Перед изменением массы, энергии В динамику Просто так нельзя надо снова опять раскручивать Всю эту систему Опять брать за основу псевдоподобный Временной интервал Который Тау равен Тау Деленное вот на это Это куда Что это за псевдоподобные И в собственное время Самого объекта Лоренцева сокращение Сокращение длины Преобразование скорости и ускорения Ну естественно что если в ответе у нас получается Задача сходится вот с этим То соответственно что и все уравнения Касающиеся динамики То есть квадраты модулей скоростей Связаны соотношениями и так далее Это все уже соответственно Это единица равна двух Двум Что-то такое Релективистский импульс то же самое И что-то вот Для элементарной То есть безструктурной частицы энергии покоя И масса является неизменными характеристиками Безструктурной То есть одновременно для того чтобы подтвердить неподтверждаемое Сразу же вводится целый ряд Новых терминов Для того чтобы этими терминами впоследствии оперировать Оперировать этими терминами можно Опираясь на другие Но вновь введенные термины Однако интересно Что вот эффект Доплера Который между В космическом пространстве наблюдается И то что вселенная наша разлетается Я все-таки Склонен думать что это правда Действительно Не так быстро как Показывает стандартный Или классический эффект Доплера Вполне возможно что Во многих частях вселенной Или скажем так частично Красное смещение Объясняется так называемой Усталости фотонов То есть Красное смещение За счет того что Пройдя миллиарды лет В космическом пространстве Фотоны начинают Чистоту свою Начинают Весь этот пакет волн Начинают чистоту терять То есть все-таки Вот Нельзя взять Очень далекую Какую-то Галактику Или звезду Не важно что На расстоянии там Скажем двух миллиардов лет от нас Световых И просто так По его красному смещению Взять и определить Насколько быстро Она от нас удаляется Я думаю Это не совсем правомерно По той причине Что Пройдя такое огромное расстояние Все-таки вакуум Это пустое пространство Но на самом деле Оно не совсем пустое Оно наполнено Межзвездным газом Там постоянно Приходится встречаться С полями тяготений Звезд Галактик Планеты То есть накладывается Целый ряд факторов Я не говорю о том же Что и другие волновые процессы И гравитационные волны И соответственно И то что Называется реликтовым излучением Все это Так или иначе Но в какой-то степени Влияет На Высокочастотную То есть энергетическую волну В определенной степени Достаточно сильно влияет Она начинает терять частоту А потеряв частоту Соответственно Весь спектр С одной частоты Скатывается ниже То есть На больших расстояниях До двух миллиардов лет Уже Эффект Доплера Он Точного Значения Не имеет То есть Слишком большое расстояние И неизвестно Что на протяжении Этого расстояния Там слишком много Всяких полей Проблем Полей тяготения И много возмущающих факторов Ну и сам космос Конечно же Он не пустой Там хотя бы Межзвездный газ Водород Там в любом случае Присутствует А за такое расстояние За два миллиарда Световых лет Конечно Пронизать такое пространство Которое С водородом Он просто затуманивает Этот свет И начинает Взбивать его частотные И прочие характеристики Но импульс теряется В любом случае Это понятное дело Есть еще В справочнике написано Про продольный эффект Доплера Но это И написано Что он наблюдается Поперечный эффект Доплера Вот поперечный эффект Доплера Он вполне Здесь нет необходимости Применять Специальную теорию Относительности По той простой причине Что Мы не имеем В нашем распоряжении Абсолютно чистого вакуума Даже просто За сотни световых лет Пока свет идет Он уже изменяет Как-то свою конфигурацию И вполне возможно Что все эти поперечные смещения Они Объясняются Другими эффектами Здесь Преобразование Лоренца Здесь Включать необязательно Тем более Я все-таки Когда Когда кто-то пишет 3 минус 2 Равно 3 Ну я например Сразу начинаю Задумываться Ну что такое с человеком Почему У него 3 минус 2 Равно 3 Почему Что за чудеса И чудеса Да Допустим Что во вселенной Есть множество законов Которых мы не знаем И очень множество чудес Которые мы не можем Не смогли Вот в настоящий момент Времени объяснить Объяснять его Вот такой вот глупости Вот этим Или вот этим Не имеет никакого смысла Это Мягко говоря Антинаучно Тем более Вводить Какое-то пространство Совершенно Псевдо А что такое Псевдо Тогда вопрос А псевдо Это в котором Работает Вот эта глупость Ну Хорошо Так Объясните Вот эту глупость Непонятно Однако Все-таки Можно было бы еще Если порыться В этом справочнике Вообще На самом деле Уважаемый Справочник Именно Вот Как Технический Для инженеров С тем Чтобы Все время была Теоретическая Поддержка В этом плане Мне киплопередача Здесь нравится И много Что Всего Но То что касается СТО Сразу же Начинает Натыкаться На целый ряд Вопросов То есть Происходит Целый ряд Чудес Сразу Происходит Целый ряд Нововведений Эйнштейновское Пространство А вот В Эйнштейновском Пространстве Здрасте А где оно А вот Вот Сразу Чудеса Происходят Никаких Чудес Нет В природе Все как Есть Так оно И есть Это мы Можем Чего-то Не понимать Мы Можем Не понимать Почему Волна У нас Летает В вакууме Хотя На самом Деле Вакуум Это С одной Стороны Это Пустое Пространство Но Если В нем Есть Свет Значит В нем Должен 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 Светоносный Эфир Однако Неточные Опыты Майкельсона Которые Якобы Доказывают Что Никакого Эфира Нет Вопрос О чем Речь идет А что Майкельсон Причем Что Он Там Пытался Измерить Что По отношению К чему Он Мерил Он Знал С какой Скоростью Дует Эфирный Ветер Или Не знал А почему Он искал Эфирный Ветер Вопрос Видите Сколько Вопросов Сразу Возникает Целая Куча Попробуем Рассмотреть Эту Проблему С другой Стороны Ну Как То В одной Из Предыдущих Частей Я Предложил Другую Формулу Света Видимо Похожую Или Подобную Скорость Света Предлагали Еще И В 19 Веке Потому Что Там Шли Очень Сильные Споры О том Что такое Эфир И как Его Поймать Поймать Не смогли Не смогли Я думаю Из-за того Что Просто Не было Были Места Которые Были Не додуманы И Соответственно Точности И Соответственно Хорошего Эксперимента В то время Не могли Поставить С Равно Корень Д Деро Со Звездочками ДП Со Звездочками Надо Помнить Вот Здесь Что Деро И ДП Это Конечно Комплексные Числа Тогда Это Очень Многое Объясняет Я Где-то Тут Сделал Развертку В принципе Я Могу Ее Написать Вот Это Будет Равно Корень Так Побольше Напишу Д Здесь Будет Скобочка Про Нулевое Это В общем-то Правильно Похоже На Правду Что Есть Какая-то Амплитуда А дальше Идет Соответственно Синус Фи Извиняюсь Этого Не надо Про Нулевое На Синус Фи Дэфи Минус И Косинус Фи На Дэфи Вот Примерно Как-то Так Можно Еще Предложить Несколько Вариантов Разложений Но Главное Из этого Получается Вот Что Во-первых Это Более-менее Отражает Волновой Пакет Из этого Уравнения Все-таки Визуально Еще Даже Не делая Решение Видно Что Идет Пакет Волн Как Имеет Дэфи Но Дэфи Можно Записать Например Как Дельта Фи И Будет Уже Из этого Будет Уже Понятно Совершенно Откуда Что Вытекает Ну Вот Так В лоб Его Решить Не Удастся Для Этого По крайней Мере Я На Сегодняшний Уравнение Предлагали На Это Место Корень Иска Деленая На М Как Я С Обозначениями Не Совсем Разобрался Но В принципе Тот же Пытались Понять Что Для того Чтобы Найти Скорость Вот Такая Скорость Это 300 Миллионов Метров В секунду Получается Чтобы Получить Эти самые 300 Миллионов Метров В секунду В системе Си У нас Ну скажем так При атмосферном Давлении У нас Соответственно Плотность Должна быть Тоже Близкая Ко многим Многим Миллионам В системе Си Это Миллионы Килограмм На метр В кубе То есть Это вообще Невероятная Плоскость Там Плотность Получалась Такая Что Она чуть ли Не В плотность Черной Дыры Уходила На самом Деле Сразу Становится Проще Если Мы Его Запишем Как Комплексное Число Ну Как Комплексное Число Сразу Станет Многое Станет Понятно То есть Мы Визуально Большей Части То есть Подводной Части Айсберга То есть Самое Основное Мы Не Видим А Насколько Глубин Глубока Это подводная Часть Айсберга Это Уже Вопрос Отдельный Кроме Того Как-то В одной Из лекций Я говорил О том Что Например Та же Самая Волна Которая Работает На чистоте Гейзенберга Она Идет Вот Такими То есть Волна Дебройля Грубо говоря Она Идет Вот Такими Квадратиками Со стороны Она Видится Просто Вот Такие Вот Черточки Идут И Многие Люди Думают Что Это Корпускулярная Теория Отсюда И появился Дуализм Думают Что Это Корпускулы Летят Ничего Подобного Это Просто Свет Исчез В какой-то Момент Появился Исчез Появился А Ушел Другое Измерение Вот Чем Собственно Вся Проблема Синусоида Это Более Гладкая Для Объяснения Вот Этой Части Вот Она Объясняет То есть Как бы Описывающие Ее Синусоиду Описывает Вот Таким Уравнением То То есть Скорость Света Это Не просто Синусоида Это Достаточно Сложная Структура Которая Выставляет Пакет Волн Если Сюда Поставить Дефиму Сразу Увидим Что Все Параметры Расходятся По частоте Но Тем не менее Вот Эти Вот Поддерживаются Сторонниками Корпускулярной Теории А Вот Эта Часть Сторонниками Волновой На Самом Деле Естественно Что Каждая Волна Укладываясь В этот Промежуток Она Это Не Корпускова Но Это И Не Полноценная Волна То есть На самом Деле Это Не То И Не Другое Если У нас Часть Времени То есть Половина Свет Находится В другом Измерении То Можно В общем В принципе Сказать Что Эфир Светоносный Имеет Место Быть Ну Вот Чтобы Его Но Находится Большая Часть Его Вот Здесь Если Оно Находится В другом Измерении То Абсолютно Безразлично Какой Плотности У нас Другое Измерение Это Без Разницы Если Он Идет С Огромной Частотой И Пронизывает Нас Всех Насквозь Ежесекундно И Постоянно Во Всех Направлениях Частота Его Лежит Вот За Этими Пределами Соответственно Нам Все Равно Есть Он Или Нет Мы Его Никаким Образом Никак Почувствовать Не Можем Для Того Чтобы Узнать Увидеть Вот Эту Часть Для Этого Нужны Очень Серьезные Приборы Для Этого Нужна Хорошая Лаборатория Может Быть Институт Целиком Который БЫ Занимался Именно Вот Этой Частью Рассмотрел Сюда Нужен Квантовый Компьютер Квантовое Все Микроскопы Телескопы Все что полагается Преобразователи И все что Мы можем На сегодняшний день Ну а завтрашний день Покажет нам Может быть Удастся добиться Лучших результатов И тогда мы Точно Или почти точно Узнаем Что на самом деле Происходит Я еще хотел бы Остановиться На одной проблеме Вот В этом толстом Справочнике Я не знаю Сколько страниц Не могу показать Сколько точно Ну где-то Может быть Вот столько Или вот столько Это все Посвящено Чему Это все Пошло Развитие Преобразование Преобразование Лоренца И специальной Теории Относительности На основе Вот этого Вот Тау равно Вот этому Созданы Целые Понимаешь ли Огромные Направления В науке Релятивистское Преобразование Скорости Ускорения Релятивистская Динамика Потом Электромагнитные Поля Хотя Нормальные люди Насколько я знаю Инженеров Они вообще Все И всем этим Не пользуются Они работают В основном Без Как пример GPS Приводилось Я честно говоря Не знаю Как работает GPS Ничего сказать Не могу Есть всякие Волновые Уравнения Есть Уравнения Теоремы Геймгольца Короче Вот весь Этот справочник Основан Ну понятно На принципах Даламбера Все тут Понятно Но дальше Идут Все Релятивистские Вставки И все Эти Релятивистские Вставки Они одновременно Идут И в мионы И в фермионы И куда бы Там только Не было И везде Они идут Как Вот этот Вот кусок То есть Вся эта Добавка Ну естественно Что просто так Добавку туда Добавлять Нельзя Каждое уравнение Его надо Снова Опять Раскладывать Снова Приводить К какому-то Виду А потом Из него Но все равно Эти коэффициенты Они существуют И Не знаю Как Все это Выведено И все это Выведено Опять же И для Квантовой Механики В том числе Хотя Вот она Квантовая Механика И никаких Релятивистских Добавок Там Я не Наблюдаю И Необходимо Создавать Целый Институт Для того Чтобы Выяснить А что же На самом деле С Леоном Происходит Когда он Летит В электромагнитных Полях Или без Этих полей В гравитационном Поле Земли То есть Целый ряд Факторов И их надо Учитывать И их надо Изучать Из-за чего У него Вот эта Добавка Появляется А не просто Так взять Перемножить На коэффициент Ой как хорошо У нас получилось Перемножили Путь Удлинился Поскольку Время жизни Вопрос Ну путь Удлинился А сам Томион Сократился Стал короче Так получается По релятивистике И потом То что касается Для самого Света Вот этот Не менее Важный Момент А как же Вот этот Коэффициент Гамма Ну все же Об этом знают Единица Делить На корень Единица Минус С На С В квадрате Никто еще Не разрешил Эту неопределенность А на самом деле Свет Летит через Вселенную У него есть Синусоиды С которой он колеблется И у него есть И квантовые уровни Все как положено Почему С на С Неопределенность Это надо Как-то решать То есть Это Неопределенность Она не имеет Места А в бесконечно Гравитационных полях Например В черных дырах Все Уравнения Все преобразования Лоренцев Все теряют Всякий смысл Обнуляются И все Превращаются Ни во что Вопрос А куда Ускорение Девается А ускорение По крайней мере Теоретически На черной береге Ускорение Там достаточно Сильное И они имеют Свой Вещественный Корень То есть Ее в принципе Можно даже Померить А Померить Релятивистика Не дает Почему Потому что Вот эта Скорость света Она сразу Начинает То есть Сам по себе Свет На самом деле Сразу Начинает Невероятным Способом Преобразовываться И Закручиваться Сам на себя И Никто не знает Что там происходит И все уравнения Которые Уравнения Лоренца Они все теряют Всякий смысл И Пользоваться Ими нельзя Как Граничная Точка Хотя На самом деле В этих преобразованиях Ничего О гравитации И ничего Об ускорении Ничего Хорошего Не сказано Ну Есть конечно Можно найти Сейчас Справочники Как меняется Ускорение При релятивистике Но Ну и что Это даст Ничего Не даст Так же Как И Опыт Майкельсона Мог помочь Выяснить Саму скорость Света В принципе Он более-менее Правильно Определил Для того времени А Вопрос Преобразования Лоренца Опыт Майкельсона Совершенно Непригоден Так же Как И Уравнения Лоренца Они Абсолютно Непригодны Когда Речь идет О серьезной Квантовой Физике Или Или в Макромире Например Там Ну Просто Скажем так Звезды Сильные Поля Тяготений Там Уже Это все Я не представляю Как все Это будет Работать Для элементарных частиц Пока что Непонятно Что мы Определили Двигается ли Двигается ли Элементарная частица Быстрее Скорости Или Медленнее А чем Мы это Определяем Мы Определяем Тем же Самым Световым Датчиком Теми же Самыми Синхронизаторами Но Кроме Скорости Света У нас Нет Нет Чем Померить Пока что Другого Другого Прибора Нет Мерить Скоростью Света Скорость Света Некорректно Поэтому Непонятно Что там Происходит Вот Ответ На этот Вопрос Могло бы Дать Другое Измерение Но К нему Соответственно Нужна Даже Несерьезная Лаборатория А это Может быть Даже Целый Институт Который Работал Над Этой Темой И Необходимо Выяснить Что происходит Вот На границе Вот Этой Среды А как Это Выяснить Я пока Что До сих Пор В настоящий Момент Не знаю Знаю Только Что То Что Опирается Преобразование Лоренца Это все В общем Это все Будет Показывать Один и тот Же Результат Тау Равно Тау Деленая Вот На этот Кусок И все Это не просто Кроме Математической Логики Есть еще Физическая Логика Когда мы Упираемся В Такое Уравнение А оно Получено Из Вариант Опираясь На Инвариантность То Понятно Что Мы Получаем Очередной Не то Что Парадокс Получаем Очередной Пшик На этом Я хотел бы Закончить Своё Выступление Сегодняшнее Однако Осталось Кое-что Добавить Вообще Конечно До некоторой Степени Получилась Смешная Теория Связанная Относительностью А вот Что Сказал Мой Папа Однажды Это был Если я не ошибаюсь 78 Год Когда я Пришел из школы Спросил его Ты знаешь Что такое Теория Относительности Он сказал Да Я знаю А ты можешь Объяснить В двух словах Коротко И ясно Он сказал Да Могу Не вопрос Вот Говорит Смотри Видишь Плита Нить спирали Раскалена До красна Вот Если на пять минут Поставить на нее Большую кастрюлю Супа Это вообще Много Или мало Я говорю Я не знаю Но пять минут Наверное мало Он даже не успеет Закипеть Ну а вот Представь себе Что если на эту плиту Кого-нибудь Посадить Задницей На пять минут Это много Или мало Да Понятное дело Что пять минут На плите Голой задницы Это очень много Так вот Сынок Говорит Папа Все в этом мире Относительно Спасибо За внимание До скорых встреч Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому